Добрый день, друзья! С самого начала февраля самая актуальная горячая тема в обсуждениях всех садовых беседок и у коллег на работе это сроки посева перца на рассаду. Это один из самых любимых овощей, которые мы выращиваем в средней полосе через рассаду, который радует нас не только внешним видом плодов, но и чудесным вкусом. А сколько заготовок чудесных мы делаем из него и не счесть, а в свежем виде как он полезен? Но это все лирика. Когда же все-таки сеять перец на рассаду? Здесь четких и жестких рекомендаций нет. Давайте разберемся, когда же его нужно посеять, чтобы получить гарантированно урожай. Прежде чем сеять сладкий перец на рассаду, нужно отдавать себе отчет, сколько мы готовы держать рассаду у себя дома до высадки в открытый грунт, либо защищенный грунт теплицы, либо парника. Самый оптимальный возраст рассады при пересадке на постоянное место это 60, максимум 65 дней. Поэтому если вы знаете, что в середине мая, допустим, или в конце мая вы будете высаживать перчик уже готовый рассадой в почву грунт, под тоннель пленочный, либо в защищенный грунт теплицы, вот отсчитывайте 60-65 дней максимум назад. И тогда вы получите срок посева перчика на рассаду. Не забывайте, что перчик немножечко притормаживает в росте при каждой перевалке, при каждой пикировке. И, соответственно, если вы сеете сухими семенами, перчику нужно немного больше времени на всходы. Это тоже нужно учитывать. Еще один важный момент, который влияет на скорость развития рассады. Это полноспектральные качественные фитосветильники выгоняют рассаду чуть быстрее, чем если вы будете растить просто свой перчик на подоконнике с обычными линейными, допустим, лампами, либо лампами дневного света. Плюс 10 дней в сторону ускорения тоже имейте это в виду, чтобы не ошибиться в сроке посева. Еще один важный момент. Если вы высеваете рассаду за 60-65 дней, вы должны знать точно, что у вас прогреется почва. Если у вас нет теплицы с подогревом почвы и окружающего воздуха для подстраховки от возвратных заморозков, раньше конца февраля смысла перец в средней полосе сеять нет. Не мучайте себя и рассаду, как я люблю повторять. Если перец у вас состарится в рассадном периоде, он, естественно, вам не даст того объема урожая, на который мы вместе с вами рассчитываем. В наших прошлых программах мы вместе с вами в прямом эфире посеяли острый кустарниковый перчик и сладкий перец от агрофирмы Партнер для самого раннего урожая. Вот вы сейчас видите кадр, где стоят рассадные емкости у меня после посева. На самой светлой, самой теплой полочке, самой хорошо освещенной при температурном режиме где-то 25 градусов, это самый эффективный температурный режим для прорастания семян перца, даже если вы сеете семенами сухими в просто увлажненный почвогрунт. Ну а сегодня мы сеем перчик на рассаду от агрофирмы Партнер для выращивания в открытом грунте. Вы часто спрашиваете, где я выращиваю свой основной поток перцев, который мы часто показываем в августе при подведении итогов. Большая часть перца у меня растет в открытом грунте, в каркасной грядке, которая приподнята над уровнем земли. У меня близко залегают грунтовые воды и для этого я стараюсь приподнять повыше грядку, чтобы корневая система была в комфортных условиях, чтобы лучше прогревалась почва. Я укрываю грядочку на старте сезона пленкой, так лучше прогревается почва. Потом устанавливаю тоннель, дуги, накрываю тоненьким спонбондом, это 17 номер, либо 30 максимум и сверху дублирую пленкой именно на старте сезона, пока есть угроза резкого критического понижения температуры. Таким образом рассада лучше приживается после пересадки на постоянное место. Сегодня я буду сеять перчики, которые уже с успехом выращиваю не первый год от агрофирма партнера. Это Регор, замечательный ранеспелый гибрид, отлично он себя показал в моих руках и в теплице и в открытом грунте. К нему в компанию идет лидер по урожайности у меня лично на грядке в открытом грунте. Это Гораспел, чудесный ранеспелый гибрид, тоже от агрофирма партнера, ярко-желтого цвета, сладкий, ароматный. В прошлом году попробовала и не прогадала гибрид тавиньяна. Вот такой кубовидный перец, массой до 250 граммов он у меня вырастал, толстостенный, ароматный, вкусный, сладкий. И еще два вот таких перчика, которые своим необычным видом плодов, видите удлиненного плода, с чуть более тонкой стеночкой 4-5 миллиметров, но прекрасно быстро созревающие. Это лосанта и желтые капи тоже пойдут в этот раз в открытую грядку, будут нежиться под солнышком и только будут укрываться спонбондом и пленкой на неблагоприятные условия. А еще у меня в выращивании две новинки. Не ассортимент агрофирм партнер, новинки, а именно для меня, поскольку Арчи и Алар наши огородники уже выращивают не первый сезон и они отлично себя проявляют в условиях даже средней полосы, не только в защищенном грунте, но и в открытом с подстраховкой на ночные понижения температуры и старте сезона и в конце сезона при продолжительных осадках тоже мы дублируем пленочкой, чтобы у нас корневая система не замыкала. Так вот, все вот это богатство и разнообразие, которое я вам сейчас показала в семенах, я сею 23 февраля в мужской праздник и, соответственно, потом уже в возрасте 60-65-дневной рассады высажу в открытый грунт. Приступаем к посеву. Дорогие друзья, мы уже подробно показывали многократно, как сеем перца на рассаду. Сейчас просто красненько пробегусь. Если вы сеете сразу перцев много и нет возможности сразу посеять в отдельный стаканчик, а в дальнейшем просто распикировать по отдельным домикам перчик, я беру вот такие вот рассадные емкости, объем примерно 1 литр. В дне обязательно делаю хорошие дренажные отверстия, просто прорезаю в дне ножницами пластиковый вот такой вот контейнер. На дно обязательно настилаю агроперлит, либо можете использовать любой другой дренаж для того, чтобы он у вас эффективно денировал влагу уже непосредственно в посевах, потому что всякое может быть, вы можете свои перчики подсушить и потом резко пролить, и если не будет у вас дренажных отверстий качественных, влага будет заставиться, корень будет задыхаться, будут развиваться инфекции, соответственно, мы можем получить черную ножку в перспективе, от которой гибнет большинство рассады, и, соответственно, более ослабленный рассад, который будет холорозить из-за неусвоения микроэлементов, макроэлементов из почвогрунта. Дальше уже где-то на 4 пятых высоты стакана, рассадной емкости, извиняюсь, наполняем питательным почвогрунтом. У меня это, видите, вот заготовлен почвогрунт, вы можете брать готовый, проверенный, у меня это раскисленный торф с добавлением обязательно биогумуса, песка речного, рыхлый, воздухопроницаемый, посмотрите, он такой вот легенький, пушистый, в нем очень комфортно развиваться с корневой системой, и в него я тоже добавляю агроперлит. Рассада перца съесть у меня в этом почвогрунте долго не будет, как только она развернет у меня полностью свои семидольки, хорошо их сформирует, я сразу свою рассаду распикирую по отдельным домикам, объем 0,5 литра, и в этом объеме он у меня будет рассеять до тех пор, пока не потребуется перевалка. Все будет зависеть от погодных условий, если будет весна затяжная, соответственно, придется сделать еще одну перевалку. Я наполняю почвогрунтом свою рассадную емкость, и когда мы наполним наше корыце, нужно обязательно уплотнить почвогрунт, для того, чтобы он у нас не просел при поливе, чтобы в нем не было пустот, в который потом попадет в корневая система, и, соответственно, корни должны развиваться именно в непосредственной связке с почвогрунтом. Тогда корневая система будет крепкая, будет хорошо брать питание и влагу. Для новичков, пока я наполняю почвогрунтом контейнер, сразу говорю, если есть возможность регулировать полив рассады, обязательно это делайте с самого начала. При посеве не слишком переувлажняйте почвогрунт, с него не должно течь. То есть, если вы возьмете почвогрунт в руку, он должен у вас рассыпаться, и с него не должна выделяться влага. И, соответственно, если вы сейте сухими семенами, дополнительно проливайте сверху, но без фанатизма, чтобы семечка у нас внутрь почвогрунта не ушла, тогда ему не хватит энергии роста пробиться наружу. Вот таким образом я заполнила весь наш объем. Отставляю. И сверху беру обычный контейнер. Вы можете взять любую емкость, которая подходит вам по размеру, по диаметру, и выравниваю тоже в уголочке обязательно почвогрунт. Распределяю, чтобы потом он у нас туда ручейками при поливе не уходил. И уплотняем тщательно почвогрунт. Видите, я это как делаю? Чтобы у нас не было ни ямок, ни бугорков. Соответственно, это поможет нам равномерно разложить семена, поскольку мы не один гибрид сюда посеем, а сразу несколько. И таким образом уже семечка у нас вглубь при поливе не уйдет. Видите, я не делаю высоту почвогрунта слишком высокой. Кореневой системе вполне хватит для того, чтобы на раннем сроке зацепиться за этот объем. Дорогие друзья, у опытных огородников уже сложившаяся система посева. И учить их не надо. Каждый действует так, как уже показывает его личный опыт, и как набита уже рука. Способов посева множество. И новички, смотря большое количество видеоматериалов на различных ресурсах, путаются. Как же сделать правильно? Ребята, делайте так, как вам удобно. Главное, чтобы все зашло ровно в срок и развивалось. Поэтому я сегодня расскажу один из вариантов. А вы уже выбирайте. Мы уже показывали несколько способов, и как посеять в отдельной емкости, и как посеять в общую рассадную емкость в два рядочка. Если вы сеете сразу несколько гибридов, то целесообразно делать их посевы эти самые. Уже в намеченные бороздки. Я беру старый угольничек, у меня есть, вот дочки старенькие. И формирую небольшие бороздки, вдавливая чуть-чуть на расстоянии где-то 2 см друг от друга. Получается у меня таким образом канавочки. И в эти канавки, которые я уложню и пролью, я буду раскладывать сухие семена. Если вы переживаете, что семена у вас пересушены, либо приобретены уже не первый сезон, и лежали, ждали своего звездного часа, замочите их, прорастите. И мы уже показывали, как с клювиком набухшие семена разложить и получить более быстрые всходы. Мы, в принципе, никуда не торопимся. Мы знаем, что семена у нас уже проверенные. Не одним сезоном отличного урожая. Поэтому сеем сухими, без предварительной подготовки. Я знаю, что они у меня в пределах 10 дней при температуре 25 градусов на моем стеллаже с подсветочкой замечательно взойдут. Вот таким образом я сформировала, видите, готовые бороздочки. Если сеем несколько гибридов, то делаем маркировку. Я использую обычный малярный скотч с номером на пакетике, который я заношу в журнал посев. Не знаю, какой номер у меня, под каким гибридом соответствует. Дальше беру, вот у меня вот такая обычная аптекарская груша. Можете с ложечки полить, можете с пулилизатора. Главное, чтобы не нарушилась у вас разметка именно для посева. Я использую то, что мне удобно. Кто-то с ложечки поливает. И проливаю тщательно бороздки, пускай прямо в них влага стоит. Она сейчас впитается. Почва грунт у меня тоже в меру уже увлажненный. Я его, когда замешивала, все компоненты туда добавляла, я сразу увлажнила его готовым раствором фитоспорина. У меня сейчас в рассадном периоде и в домашнем огороде на подоконнике везде фитоспорин используется. Поэтому маточный раствор у меня стоит в тенном бутылке в прохладном месте. И по мере необходимости я его просто добавляю, вот как спитой чай. Вот такой раствор использую. Вот тщательно я пролила. Это нужно для того, чтобы семена мои сухие потом благоболошно набухли. И пока у меня впитывается влага, я поделюсь с вами еще маленькой тонкостью. Новички часто не соизмеряют глубину заделки семени. И получают, что семечко очень глубоко уходит в почву. Или при поливе слишком большой струей. Или не слишком уплотнили почву. И семечко уходит вглубь. И соответственно ему не хватает энергии роста. И загнивает в глубине. Как действуют наши опытные огородники. Это не мой способ. Я на авторство не претендую. Берут бумажные полотенца. Либо туалетную бумагу многослойную. Желательно это делать. Многослойную бумагу. Почему? Потому что каждый тонкий слой, он очень хорошо потом растворится у вас в почве грунте. При поливе. И корешочек легко его потом пройдет как препятствие. Вот такой тонкий слой туалетной бумаги, либо полотенца кухонного, бумажного, не станет препятствием для роста корневой системы. Хитрость в том, что вот такой слой бумаги мы потом просто нарезаем полосочками тоненькими. На ширину бороздки, в которую сеем. И вот эта бумага качественно хорошо слои скрепили. Но ничего, мы упрямы. И таким образом мы нарезаем уже... Видите, как раз туалетная бумага вот такими сегментами. Очень удобно по контейнеру распределять. Я беру вот такой тоненький слой и устилаю им дно бороздочки. И по нему уже можно раскладывать семена. Во-первых, если у вас проблемы со зрением, вам будет проще контролировать посев по этой бороздке. Видите, она намыкает от влажного почвенного грунта и становится своеобразным буфером. Я сейчас возьму... У меня вот есть такая помогалочка. И аккуратненько... Видите, она сразу налипла на влажный почвогрунт. И как подложка работает. Таким образом, все бороздки мы продублировали туалетной бумагой в один слой буквально. И, соответственно, семечки у нас будут надежно лежать на этой подложке. Не надо застилать полностью всю поверхность почвогрунта, чтобы у вас корешочки могли и стороной обойти эту подложку, и, соответственно, дальше не замыться вглубь почвы. Я сейчас открою пакет и покажу вам семена, какие они у меня будут после вскрытия внутреннего пакетика, который продублирован у нас еще фольгирным слоем для лучшего сохранения семян до посева. Внутренний фольгирный пакет, в котором хранились семена, я вскрыла. Посмотрите, этот слой защищает семена при хранении и транспортировке. И вот семена я выложила на ладошку. Брать внимание, они идут уже с обработкой, поэтому не замачиваю, не поращиваю я семена. Я сею их непосредственно сухими. Они идут уже с заводской обработкой. Агрофирма «Партнер» уже полностью подготовила их к посеву. Я сейчас аккуратненько семена раскладываю. Кстати, это у меня перец гибрид «Арчи». Как раз та самая новинка для меня, которую я буду пробовать в этом сезоне. Ранеспелый гибрид сладкого перца. Он до созревания плодов от высадки рассада проходит всего 60-65 дней. И я надеюсь, что мы в первую очередь сниму как раз плоды и снимем красные, сочные, кубовидные, массой до 250 граммов и с толщиной стенки около 10 миллиметров. Отличный салатный вариант. Поэтому я сейчас осторожно раскладываю перчик по поверхности. Сделать это очень легко. Я по краешкам сначала кладу, потом ближе к серединке. И уже распределяю аккуратненько оставшиеся два семечка. Получается, что у меня пять семян равномерно в один рядочек встал. Вот посмотрите, как выглядят посевы в итоге. Если вы сеете вот на такой буфер из бумажного слоя. Останется сверху сейчас нам семена все разложив по бороздкам, которые соответствуют гибридам, промаркировать сразу, чтобы во всем было порядок, чтобы у нас не было своего рукотворного пересорта. И закрыть толщиной слоя почвогрунта. Некоторые даже его просеют, чтобы он был легенький. Но я не рекомендую. Почему? Потому что семена перца достаточно крупные. У них семенная оболочка достаточно твердая. И если мы сделаем слишком тонкий слой, меньше 5 миллиметров, либо не уплотним его, либо сделаем слишком рыхлый почвогрунт, семенная оболочка, семидолик может не сойти. И у вас выйдут такие всходы, петельки, которые покрыты семенной оболочкой, с так называемой шапочкой. И потом придется уже размачивать эту шапочку капельно из принцовки, допустим, с ложки поливать и аккуратно освобождать семидольки, которые вы можете, кстати, повредить таким способом. Лучше сразу обеспечить плотное прилегание почвогрунта высотой не более 1 см, тщательно полить и, соответственно, поставить в комфортные условия. Я сейчас всю эту работу проделаю, и мы с вами потом пробежимся по основным ошибкам новичков, огородников, которые допускаются в раннем рассадном периоде. Друзья, какие самые распространенные ошибки в раннем рассадном периоде, которые допускают наши новички-огородники? Первое – это несоблюдение температурного режима при прорастании перца в раннем этапе. Первое – пониженная температура. Если вы ставите сразу свои посевы на холодный подоконник, температура не будет соответствовать, семечко долго пролежит, оно может вообще просто загнить и даже не взойти. Если даже у вас появятся всходы, то от переохлаждения из-за холодной поверхности подоконника либо стеллажа могут развиваться корневые гнили. Черная ножка может поразить вашу рассаду, и, соответственно, будут выпады по количеству рассады. Поэтому ставим в самое теплое место. Я еще раз повторяюсь, температура 25, максимум 28 градусов – это самая эффективная температура для прорастания и появления всходов перца. Если у вас нет такого стеллажа, как у меня, который я вам показывала, с хорошим освещением сразу, с теплым подогревом за счет нижнего яруса тоже светильников, возьмите вот такой греющий коврик, соблюдайте условия, на какую сторону его нужно поставить, потому что у него есть две греющие стороны, одна более прохладная, другая более теплая. Если нет греющего коврика для рассады, поставьте на короб батареи, но продублируйте обязательно, чтобы у вас почва в рассадном контейнере не перегрелась полотенцем, старыми журналами, и тогда у вас всходы не заставят себя долго ждать. Если потом переставляете растение на холодный подоконник, обязательно его тоже изолируйте каким-то теплым материалом, чтобы у вас рассада не переохладилась. Второй важный момент – это циркуляция воздуха. Если вы сеете рассаду россыпью, ни рядочками, ни в отдельную тару по одному стаканчику, она у вас выходит скученно, соприкасается друг с другом семидольными листочками, она конкурирует у вас в первую очередь за свет, а во-вторых, нарушается циркуляция воздуха среди всходов, и на перчике может развиться такое заболевание, как эодема. Это не заболевание, это нарушение обмена в тканях растений. Появляются пузырьки на обратной стороне листа, растение замедляется в росте. Сразу пикируйте, сразу расставляйте и обеспечивайте досветкой. Досветка для перца на первоначальном этапе где-то в среднем 16 часов, постепенно мы ее снижаем до 14, потом до 12. Когда весеннее солнышко уже будет ярким в марте, досветку можно отменить, выставив их на хорошо освещенное окно. И третий момент – это полив. Если вы будете переуложнять почву, корневая может вздохнуться. Как из этого выйти? Мы уже рассказывали, как осушить ком, как сделать глубокие проколы для дыхания корневой системы. И если на раннем этапе вы будете пересушивать почву в рассадном контейнере, у растений слишком маленькая масса, маленький листовой аппарат, всего лишь 2,7 дольки, и растение при пересыхании может не справиться. Запаса продуктивной влаги в клетках растений будет слишком мало. Если у вас растение уже поникло и засохло, вы его просто потом не отольете, не спасете. Поэтому проливайте качественно, лучше один раз, чем несколько раз понемногу. И если есть возможность поить с поддона, делайте это снизу теплой, отстойной водой. Не закармливайте. Если вы начинаете сразу кормить растения, как только появляются петельки, вы засаливаете почву, нарушаете режим питания у растений, и, соответственно, это тоже привык к задержке развития и нарушению образования хлорофилла в листьях. Развиваются хлорозы, и, соответственно, тоже вы теряете в сроках развития рассады. Дорогие огородники, все рекомендации, которые мы дали по уходу с рассадой перца на раннем рассадном этапе, соблюсти несложно. Главное помнить о важных моментах. И самое главное, здоровые растения дадут вам шикарный урожай при соблюдении всех правил агротехники. Вот вы сейчас видите аппетитный, красивый, фаршированный перчик. Кстати, это перец из ассортимента Агрофером Партнер, который мы вырастили в прошлом сезоне. И вот весь желтый перчик, как раз это гибрид тавиньяна. Правда аппетитный. Кстати, он нам очень понравился, именно поэтому мы его повторяем снова и снова. Мы желаем вам дружных всходов, крепкой рассады и щедрого урожая. Все, что мы будем делать с нашим перцем дальше в рассадном периоде и до высадки в открытый грунт, в грунт теплицы, мы покажем непосредственно в наших программах. Надеемся, что наши рекомендации помогут и вам добиться такого же приятного результата. Всего доброго, до новых встреч!